Уранбаш далеко не центральное село в Октябрьском районе, но именно здесь реализуется много целевых программ, в том числе по переселению людей из ветхого и аварийного жилья в новые дома. Мы быстренько написали заявленнице Владимировичу, унесли ему, предложили, как вы на это смотрите. Он, знаете, прям так уверенно сказал, да, я вам построю. Вот знаете, даже не верили, что так быстро, не только я, многие не верили, что так быстро построили. Построили не только этот дом, но и еще восемь таких же. Одноэтажные помещения с качественным ремонтом внутри и кирпичной отделкой снаружи, оформлены в собственность новоселов. Кроме надежного крова, люди стали владельцами земли, а значит, поселились в селе всерьез и надолго. Это стало возможным, потому что кроме 185-го закона, известного, переселения из ветхого жилья и капитального ремонта, еще была областная программа. Так вот эти дома были как раз и возможность была построить на земле именно из земли, земля все в собственности становится. Это как раз за счет этой программы. То есть, это тоже как бы пример, как по хозяйству подойти. Еще одна новоселье справит скоро организация – центр реабилитации для несовершеннолетних. Он расположится в некогда пустовавшем помещении. В нем сделали капитальный ремонт, оснастили мебелью и необходимым инвентарем. Штат тоже набрали из местных. Вместе с их трудоустройством решилась еще одна проблема села. Выйдут на работу мамочки и будет доукомплектован местный детский сад. Мы всегда ругаем, когда идет оптимизация. А с другой стороны, это пример, когда вот эти условия, которые ставят, заставляют соображать и думать, что делать. Например, я считаю, что это достаточно такой характерный пример, когда вот здесь рядом село Новиникитино было. Там, к примеру, не хватает детских мест для детских садов. А там в то же время детский сад занимал приют. Поддерживать эти и другие начинания в Октябрьском районе помогают областные депутаты. В частности, Александр Жарков, который в прошлом году направил более 1 миллиона рублей на развитие социальной сферы. Деньги невеликие, но, тем не менее, они существенные. Более миллиона рублей они направляются в Октябрьском районе на социальные темы. В связи с таким вниманием власти неудивительно, что 2013 год оказался для Октябрьского района успешным. Сельскохозяйственная отрасль получила 1 миллиард рублей прибыли. Животноводы увеличили производство мяса на 10%. Поэтому лучшие и успешные стали участниками конкурса трудового соперничества и получили на глазах у всего народа заслуженные поощрения. Елена Давыдова, Роман Боричев, Новости дня.